Какие финансовые советы и хитрости должен знать 18-летний подросток? Алкоголь, наркотики и давняя дома – все это очень дорого. Не принимайте финансовых советов от людей, которые хвастаются своими деньгами. Это странно и кажется немного придирчивым, но поверьте мне, остерегайтесь друзей, которые никогда не платят за себя. Составьте бюджет. Если что-то стоит 15,76, то поставьте в бюджет как 17. Если вам заплатили и ваш чек 560, положите его как 500. Переоценивайте свои расходы и недооценивайте свой доход. Экономить деньги. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Инвестируйте в образование, инвестируйте в себя. В обозревом будущем у вас будет лучше отдача от труда, чем от капитала, поэтому сделайте этот труд настолько ценным и или приятным для себя, насколько сможете. Не покупайте лотерейные билеты. Любые деньги, которые вы вкладываете в азартные игры, это расходы на развлечения. Если у вас есть деньги для инвестирования в акции и облигации, используйте недорогие индексные фонды. Следите за тем, куда вы тратите деньги. Время от времени думайте о том, насколько хорошо ваш бюджет отражает ваши приоритеты. Вносите коррективы, пока не будете довольны тем, как эти двое синхронизируются. Не одалживайте друзьям деньги, если вы не уверены, что готовы расстаться с ними навсегда. Первое. Если вы планируете поступить в колледж, подайте заявку на получение как можно большего количества грантов и стипендий. Второе. Если у вас есть какие-либо регулярные платежи, не платите в последний момент. Если можете, заплатите немного раньше. Третье. Не забывайте составлять ежемесячные письменные финансовые бюджеты и хранить квитанции на крупные покупки не менее года. Четвертое. Покупайте такие вещи, как рис и сухие бобы оптом в таких местах, как Уинсо или Коско. Пятое. Инвестируйте в качественную одежду. Если кто-то предлагает научить вас чему-то бесплатно, воспользуйтесь возможностью. Первое. Развивайте карьеру, а не просто ищите работу. Второе. Живите посредством. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Сэкономьте лишнее. Третье. Научитесь готовить и упаковывать обеды с собой. Сбалансируйте это с вашей социальной жизнью. Учитесь жить посредством. Не занимайте деньги ни на что, если это не может принести вам дополнительный заработок. Первое. Подумайте о местном колледже, государственной школе и живите дома, чтобы сэкономить на студенческих кредитах. Второе. Всегда сначала оплачивайте свои счета, откладывайте немного, а остальное тратьте на еду и расходы. Третье. Делайте покупки в комиссионных и консигнационных магазинах, а также на распродажах. Подумайте о своих покупках, а точнее о реальной ценности, которую они вам принесут. Вы можете сократить свои расходы, перейдя на продукты домашнего бренда. Я начал покупать продукты в дисконтном долларовом магазине и за один месяц экономил более 300 долларов. Никогда не вкладывайте деньги, которые вы не хотите потерять. Серьезно. Я научился этому на собственном горьком опыте во время криптокраха. Избегайте легкомысленных долгов. Заведите пенсионный счет уже сегодня. Наиболее распространенными являются 401k или Rosaira. Я начал в 24 года, но жалею, что не начал в 18. Я нахожусь на пути к тому, чтобы уйти на пенсию в 57 лет. Первое. Минимизируйте вероятность долгов. Никаких кредитных карточек. Студенческие кредиты и кредиты на жилье не считаются, а другие долги – это ловушка. Второе. Занятость и трудовые навыки. Это самое важное для вас. Лучший способ заработать больше денег, чем ваши друзья – это иметь лучшие навыки, чем они. Изучите профессию, изучите нишу в ней, изучите то, что вас интересует и найдите работу. Учитесь экономить. Инвестируйте в индексные фонды с большой капитализацией через свою Rosaira, если у вас нет 401k. Не берите кредитные карты, если не можете выплачивать их ежемесячно. Первое. Не влезайте в долги по кредитным картам. Второе. Не покупайте вещи, которые вы не можете себе позволить, если это не покупка автомобиля или дома. Прочитайте The Total Money Make Awe, Дэйва Рэмси. Он мудрый человек, если вы готовы работать, чтобы выбраться из долгов. Прочитайте книгу Элизабет Уоррен «Все ваши ценности». Большинство вещей, которые продаются вам в качестве финансовых советов или трюков, являются мошенничеством. Просто усердно работайте и экономьте. Живите по средствам, то есть не тратьте больше, чем зарабатываете. Если вы можете что-то купить, это еще не значит, что вы можете себе это позволить. Всегда прячьте в бумажнике сложенную 20-долларовую купюру. Найди работу и не трать заработную плату на сигареты и наркотики. Никогда не одалживай денег, просто не делай этого, оно того не стоит. Покупайте не скоро портящиеся продукты оптом, потому что когда вы покупаете что-то оптом, это выйдет гораздо дешевле. Если вы хотите что-то купить, подождите месяц. Если вы все еще хотите его через месяц, купите. Первое. Когда вы тратите деньги, мысленно посчитайте, как долго вы работали, чтобы заработать их. Второе. Не делайте легкомысленных покупок в кредит и регулярно оплачивайте свои взносы. Третье. Рискуйте. Если у вас есть бизнес-идея, сколько вы можете потратить, чтобы проверить ее осуществимость. Четвертое. Если ваши родители могут себе это позволить, принимайте их помощь, пока вы учитесь в колледже, ищите работу и так далее. Если вы идете за покупками, установите сумму и снимите ее, а затем оставьте свой СС дома, чтобы вы не использовали свою карту и не тратили в три раза больше, чем планировали. Не берите никаких кредитов, если в этом нет крайней необходимости. Прежде чем что-то покупать, подумайте, будете ли вы все еще хотеть, любить, использовать это через 4 месяца. Научитесь противостоять импульсным покупкам. Откройте новый банковский счет, который отделен от счета ваших родителей. Живите по средствам. Если у вас есть много свободного времени, то узнайте о садоводстве. Это действительно помогло моим друзьям и мне, когда мы учились в колледже. Плюс ко всему, это также может помочь вам питаться правильно, а также сэкономить много денег. Откладывайте несколько процентов своей зарплаты, студенческого гранта, карманных денег каждый раз, когда вы их получаете. Не занимайте деньги, кроме как на покупку дома. Если вы не займетесь, ваше финансовое положение может только ухудшиться. Если вы можете сэкономить 5000 долларов в год, начиная с 22 лет, и инвестировать их в фондовый рынок с доходностью 6%, то у вас будет 1 миллиметр долларов, когда вам исполнится 65. Это простая математика. Накопите и купите полностью электрический автомобиль, если вы планируете владеть автомобилем. Вы сэкономите целое состояние на обслуживании и газе. Электричество дешевле, а электрические двигатели безумно эффективны. Рисковать. Ценить ошибки и инвестировать в себя. Рискуя, можно делать ошибки после каждой ошибки, улучшаясь, получается инвестиция в себя. Первая часть денег от зарплаты меняю на валюту. Стараюсь менять побольше. Вторая не даю взаймы, только проверенным людям. Третья продукты покупаю часто, но по минимуму. Покупаю только то, что нужно. Четвертая технику выбираю очень щепетильно. Цена, качество и минимализм. Пятая стараюсь мыслить только позитивно. Афирмации помогают настроиться. Я бы еще посоветовал знать свою финансовую цель и сроки ее осуществления. Этот срок можно посчитать, например, в приложении «Цель миллион» в Google Play. Это очень сильно мотивирует. Ну и, конечно, каждый день надо идти к цели. Пускай даже маленькими шажками. Первое. Соблюдать режим, вести правильный распорядок дня. Второе. Создавить список дел на день, месяц, год, пять лет. Третье. Не спешить, не делать необдумных поступков. Четвертое. Вести учет потраченных средств. Пятое. В магазин идти со списком вещей, продуктов, которые нужно купить. Где-то в интернете видел совет, чтобы не потратить деньги на ненужную тебе вещь, надо воздержаться от покупки на пару-тройку дней, подождать. Если через три дня ты уже забыл, что хотел купить данную вещь, то на самом деле она и не нужна была. Ну а если ты до сих пор горишь желанием приобрести это, то смело иди и покупай. Как-то так. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также в описании. Я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше подобного контента, переведенного на русский язык специально для вас. И еще раз всем большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok